Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля. И вот последние два дня я только и делала, что снимала видео во время высадки о различных способах высаживания. И о самом быстром, и о самом простом. Вот сейчас загружается как с углублением, с помощью кола. О самом сложном, когда лёжа закапывала. И больше всего вопросов возникло, конечно, с самым сложным, трудоёмким. Где я закапывала великана, который рос в ведре. И тут вопросы какие? Комментариев, конечно, очень много. Кто-то пишет, что всю жизнь лёжа закапывает, что получаются самые здоровые, самые такие мощные помидоры. Кто-то где-то читал, где-то слышал, но не представлял даже, как это лёжа закапывать. А кто-то хочет, например, использовать этот метод. Но у них возникло много сопутствующих вопросов. И основной вопрос, на каком расстоянии их закапывать. Ведь если вот такое длинное растение, вот видите, у меня очередное ведро. Я специально завалила, чтобы показать вам в качестве примера. Если вот такое длинное растение, уже взрослое, ещё с этим, оно же занимает много, ну, такую длину большую. А если вы хотите высадить через 40, например, через 50 сантиметров, как быть? И вот сейчас я разложила и расскажу вам все варианты возможные. Вот этот сорт королевский. Он невысокорослый. И его я планировала так же, как Настеньку, высаживать через 40 сантиметров. И мне не важно, стоя буду высаживать или лёжа, я придерживаюсь вот этих границ 40 сантиметров. Но если мне нужно выдержать именно 40 сантиметров, мне тогда придётся самые длинные растения совмещать, то есть они будут внахлёст. Вот здесь я специально высадила одно из ведра, а два соседних этого же сорта, этого же дня посева, выращиваемых, вот в таких вот стаканчиках они вырастали. Из-за того, что у них был меньший объём грунта, они, видите, и сами поменьше, и их уже я высаживала не лёжа, а стоя. Сделала это специально, чтобы потом летом, ну или в начале лета, или в середине, посмотреть, различаются ли вот скорость развития, например, срок получения первых плодов от высадки, что я высаживала в ведре, его вот в большом, и что высажено в стакане. Всегда пишут в статьях и говорят, что чем больше объём грунта, тем быстрее оно развивается, тем раньше. И я вот это покажу на примере вот этого королевского томата, и вам потом скажу, у меня в плане помечено, что это выращено в ведре, эти выращено в стаканчиках. Но независимо, или лёжа я его посадила, или стоя, расстояние от лунки до лунки я всё равно выдерживаю 40 см. Вот эти у меня стоя я посадила. Через 40 см у меня будет вот этот, когда он совершенно встанет. Он начал приподниматься, но у нас все эти дни нет солнца, ему некуда ориентироваться, он просто вот привстал и немножко так стоит, он потом выровняется. И следующая лунка, тоже стоящая, я их посадила из стаканчика, она тоже через 40 см. Но это так возможно, если вот эти стаканы, а этот лежачий. Но сложнее будет так сделать, когда несколько лежачих. Просто я вам сразу скажу, что у меня в ведрах это же, как сказать, эксклюзив, их очень мало, и поэтому проблем нет с тем, как укладывать. Вот я ведро уложила. Смотрите, вот здесь должна быть лунка через 40 см. Вот от той лунки до этой очередные 40 см. Значит, я сейчас ведро это выну, заглубление сделаю, здесь сделаю прищипку, и вся вот эта длинота пойдет дальше. Но уже через 40 см здесь должна быть новая лунка. Я здесь поставила, потому что здесь ведро лежит. Вот считайте, вот здесь должна быть новая лунка. Значит, если томат вот такой длиннющий, и вы его укладываете, вам придется совмещать. Следующий томат уже должен быть прищипнут. Вот он он. Вот здесь, в том месте, где здесь будут корни. Ну вы поняли, в таком случае они у нас совмещаются, то есть накладываются друг на друга. Вы, когда выкапываете траншею, обычно, когда в ряд много длинных укладываем, делается одна общая траншея. Я вам показывала, как я под ведро индивидуальную такую ямку копала, а тут просто такая вот борозда укладывает, вырывается, и в нее все они благополучно укладываются, с расчетом, что вот, например, лунка, значит, укладываем головку, вот так вот. Ну я на одном покажу, потому что мне неудобно одной рукой. Тут со штатива никак не снимешь, надо передвигаться. Закрепили, и не присыпая, сразу же укладываем следующие, потому что, смотрите, следующие 40 сантиметров у нас, вот отметка, ну тут еще, у этого жопка лежит, значит, вот этот томат будет вот так внахлёст, он будет закрепляться здесь, но при укладке они вот так как бы совмещаются, ну как, идут внахлёст, совмещаются. Дальше, дальше, следующий, другой. Но я все, конечно, не буду укладывать, я просто для примера вам показала, что в бороздке они будут делать, лежать вот так, и в том месте, где вот у вас будет изгиб, где будет макушечка, ему нужно делать немножко подушечку, вот так, то есть здесь какой-то бугорок подсыпать, чтобы он немножко вот так, при засыпании был вверх, все, а остальные пусть лежат вот так параллельно. И вот такая у вас будет череда томатов, так можно выложить и 20, и 30, и 40 в одну траншею, или в канавку, или в бороздку, называйте как хотите. Поднимите маленько на подушку верхушечки, зафиксируете, потом все их благополучно, все вместе засыпите, засыпите, засыпите. И когда спрашивают, как такие томаты поливать, еще вот про этот метод, много разнообразных вопросов, люди хотят со всех сторон посмотреть, чтобы я осветила все это со всех сторон, раз уж я так высаживала когда-то. Сразу скажу, что высаживаю так очень маленькую часть, вот только-только те, которые рано сеяны, те, которые не толстоногие, которые перерастают при ранних посевах, потому что это более трудоемкий процесс, ну как вы поняли, высаживать проще, или колом делать дырку, или просто рукой грибануть, как вот некоторые пишут, не проще ли грибануть. Высаживаю маленькое количество, но есть люди, которые таким способом выращивают все томаты, они добиваются этим чего? Увеличение корневой системы, ну ясно, что по всей вот этой длине будет корневая система. Увеличение корневой системы, возможность более взрослую рассаду высадить и получить более ранний урожай, преимуществ тут много, но нужно быть очень упорным, трудолюбивым, потому что копать канавы, это сложнее, чем просто сделать ямочку и воткнуть. Вот у этих методов прополив. Сейчас почти у всех капельный полив, я вот смотрю, те пишут капельный полив, другие, с капельным поливом проблем нет. Вы провели эту полоску, и все, она поэтому, как раз по этой линии, где у вас закупано, и поливает. Но когда поливать просто так, конечно, поливая вот в эту лунку, где я наметила, где она будет вырастать, здесь поливать бесполезно, тут же нет ничего, тут только вот это торчит, вся основная масса, все это тельце вот здесь. Конечно, нужно поливать и здесь, потом корни, конечно, распространятся, будет и здесь, и здесь. Единственный недостаток, что вот такие уложенные горизонтально томаты, их не рекомендуется рыхлить вокруг них, потому что здесь корни очень близко от поверхности земли, и вы можете их поранить. Но вот сейчас я и говорю, что сейчас более просто. Проложили капельную ленту, у меня вот здесь в теплице будет лента капельная. В прошлом году первый раз мы начали, и поливать с поливом нет никаких проблем. Как раз они здесь, где лежат, проходит лента, и из дырочек будет сочиться вода. Все, вот это дополнение, еще какие-то ответы на те комментарии, на вопросы, которые я сегодня успела прочитать, люди интересуются. Конечно, еще раз повторю, что вот таких взрослых растений у меня мало, меньшее количество. Обычно просто высаживаю. Лучше всего, конечно, высаживать вот такую рассаду, которая и уже с цветочной кистью, но еще такая, как куколка стоит, качается. Но это была выращена специально, поэтому я вот сейчас и рассказываю на тот случай, если у вас рассада сильно переросшая, но если сильно переросшая, но в стаканчиках и тонкая, ее очень просто, ее вот так вот полоской прям выкладывают, макушки поднимают, прищипывают, остальное все закапывают. Высадив так один раз, вы приноровитесь, и этот метод не будет казаться вам таким сложным и таким как бы непонятным. Все одно за другое цепляется, и все получается. Все, до свидания, всем успеха, поздравляю с завтрашним праздником вас. У нас идет снег, как бешеный, видите, погодка очень невесенняя, шебуршит, но в теплице работать можно в это время. Единственное, что завтра праздник, скорее всего, сегодня все работы будут отменяться, будем убираться в доме.